Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро. Расклад Таро для мужчин. Он будет называться «Что она думает обо мне?». Его могут смотреть и мужчины, у которых есть отношения, нормальные отношения, может быть, отношения на грани разрыва. И также этот расклад Таро могут смотреть мужчины, у которых уже семейная жизнь, либо же отношения остались позади. Загадайте женщину, мысли, мнения, которые вас интересуют. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим, какая сейчас у вас жизненная ситуация. Вот знаете, вам очень хочется любви. Вы мечтаете о любви. Может быть, не всем и не каждому вы об этом говорите. Но вы очень такой любвеобильный человек, выронимый человек, работящий. Вот знаете, мне почему-то кажется, что если бы вам попалась женщина, в которую вы влюбитесь, вы будете готовы сорваться и бросить всё. Только бы мчать, лететь к любимой. Вот вы из таких мужчин, которые последнюю рубашку снимут ради любимой женщины. Вы настолько устали уже от одиночества. Да, у кого-то может быть брава, да мне хорошо, да кому они нужны. Но на самом деле вам хочется любви. Именно любви настоящей. Вот такой, какая она должна быть. Когда хочется приходить домой, когда ты знаешь, что у тебя есть надёжный тыл, когда есть женщина, которой можно поделиться абсолютно на любую тему, и тебя не будут осуждать, не будут критиковать, ты сможешь прийти и любую свою проблему просто рассказать, и ты знаешь, что тебя поддержат, тебя поймут, выслушают, тебя просто утешат, обнимут, приласкают и скажут, что не переживай, всё будет хорошо, ты у меня сильный, у тебя всё получится, всё обязательно будет хорошо. Вот приблизительно такую женщину вам хочется. которая вот именно такая, знаете, надёжный друг. Не просто жена и любовница, а вот именно человек, с которым комфортно, с которым даже помолчать хорошо. Вот рядом она будет и уже вам будет приятно. У вас настолько накопилось любви нерастраченной, вот вам хочется, но вы не знаете, конечно, где встретить эту женщину. Да, у вас могут появляться варианты какие-то, какие-то женщины вам могут нравиться, но вы долго присматриваетесь, как-то прицениваетесь. Ну, скорее всего, давайте сейчас посмотрим. Сейчас я уточнить хочу один момент. Так. Вот вы знаете, даже если сейчас вы находитесь в отношениях, вот сейчас я пару минут скажу для тех, кто находится в отношениях, но ещё не развёлся. А дальше я уже расскажу. Посмотрим тех, у кого уже разрыв произошёл. Вот сейчас, если вы ещё в отношениях, не закончили их, у вас возникла какая-то тупиковая ситуация. У вас появился какой-то обман, недомолвки в отношениях. У кого-то может быть даже разбитое сердце, причём вы подозреваете, либо же знаете, что произошла измена. Возможно, вы эту измену не можете доказать, да, ни пойман, ни вор. А либо же вам сказали, либо же вы чувствуете интуитивно, да, у вас такие мысли начали закрадываться, что какой-то другой женщина стала. Я вам, в общем-то, как психолог могу подсказать, что всегда и мужчины, и женщины, как правило, измену чувствуют. Ну, знаете, да, можно обмануть человека, какой-то лёгкий флирт, да, можно обмануть даже, я вам скажу, одноразовые связи. Не всегда можно прочувствовать, если это умелый обманщик рядом с вами. Но, как правило, в большинстве случаев и мужчины, и женщины чувствуют измену, потому что партнёр просто кардинально меняется. Вот, знаете, вот на энергетическом просто уровне меняется что-то неуловимое во всём, в отношениях, в поведении, в манере говорить. У кого-то человек не такой заботливый становится, партнёр, я имею в виду, или партнёрша. У кого-то человек не такой ласковый, кто-то от интима, может быть, отказывается. Это могут быть разные предлоги, да. Кто-то даже, может быть, вот кушать женщина, вот всё реже готовит, говорит ей некогда, то она устала, то она заболела, то она на работе. То есть, если раньше она это делала, сейчас появляются какие-то отговорки. И, естественно, на все эти мелочи нужно всегда обращать внимание, потому что вся наша жизнь, она, как правило, состоит из мелочей, да. Поэтому у кого-то из вас может проигрываться ситуация, что вы почувствовали, да, вот именно в её отношении, может быть, в её поведении, что какая-то женщина стала не такая, она стала другая, вот что-то в ней не то, да. Скорее всего, да, у вас появились сомнения. Давайте посмотрим, что эта женщина думает. Вот сначала смотрим тех, кто живут в отношениях. Так, ну, либо же живут, либо встречаются. Так, что она думает о вас? Она прекрасно знает, что вы хотите быть с ней. Она понимает, что вы её любите, что вы хотите с ней быть. Она прекрасно понимает, что, может быть, даже вы хотите с семьёй детей с ней, да, но по какой-то причине у вас это либо же не получается, либо вы оттягиваете. Но как-то это всё застопорилось. Она прекрасно понимает, что вы ради нее все сделаете что вы звезду с неба достанете ради нее так что еще она знаете она прекрасно понимает что она делает вам больно вот это сейчас напоминаю я говорю тем кто еще не расстался может быть на грани да она понимает что вы любите что вы дорожите ней и в то же время она знает что она причиняет вам боль вот каким-то своим либо же поведением либо отношениям либо словами она понимает что вы боитесь ее потерять что вы не хотите ее потерять поэтому она скорее всего может быть знаете вот начала борзеть последнее время стала более агрессивной злой может быть спыльчивой в чем-то она вот привыкла что она превыше всего для вас в том числе поэтому она себя начала так борзовести боль до более агрессивно она может нападать на вас может без повода обвинять вас потому что ну как то вы знаете вот ваших отношениях нет стабильности а если чувства у этой женщины да у вас вот конфликты конфликты нет знаете здесь женщина любящие материальные блага женщина любящие финансы и скорее всего она либо же понимает что ваши отношения идут концу либо же она задумывается уже знать тем чтобы закончить ваши отношения давайте посмотрим по какой причине она хочет их закончить она манипуляторша скорее всего знаете у нее появилась новая любовь о которой может быть вы не знаете а с этим человеком она более того она планирует семью вот она будучи с вами в отношениях она планирует семью детей с другим человеком поэтому ваши отношения последнее время и стали такие злые агрессивные вот у нее новая любовь появилась вот поэтому дорогие мужчины кто сейчас еще в отношениях до женщина которая четко вами манипулирует которая она может знаете вот такие женщины она может даже уйти вот один прекрасный момент вот уйти к другому и просто оставить вам записку да вот извини там все я ухожу и так далее вот поэтому у этой женщины очень такие нехорошие нелицеприятные отношения к вам и мысли теперь давайте посмотрим что нам покажут карты таро что думает женщина о вас с которой вы не живете да с которой у вас произошел конфликт так либо же расставание произошло что она о вас думает она вспоминает вас она ностальгирует но знаете все равно вот нет у этой чувств уже как таковых нет я вам могу сказать чувств нет но она вспоминает вот те хорошие моменты которые у вас были с ней вот она в чем-то даже жалеет она жалеет за утраченной возможностью да вот то что вы давали может быть и финансы и поддержку любовь и так далее она жалеет о том что она упустила большие денежные вложения вот которые вы вкладывали с нее до много чего делали она очень сильно об этом жалеет любовь конечно поугасла потому что уже и время прошло много обид у нее кстати агрессия до сих пор осталось но знаете эта женщина ваша хоть она уже и бывшая считается она не прочь от вас до сих пор получить какую-то денежку либо же подарок вот она знаете она может сидеть и ждать вот так ей хочется но то нам мечтает конечно вряд ли она этого дождется но ей бы хотелось вот чтобы вы знаете вот как принц примчались на белом коне далее денежку и конечно чем больше тем лучше и она пойдет их снова тратить как это было раньше но она прекрасно понимает что скорее всего такого не будет потому что у вас отношения скорее всего закончились либо с большим скандалом была какая-то неприятность может быть даже очень серьезное такое вот расставание знаете вот со скандалами с криками либо же очень неприятная какая-то ситуация тяжелая ситуация была когда вы расходились она прекрасно понимает что конечно же никакой принц на коне к ней не прискочит и денежку и не даст тем более вот но она ностальгирует могу вам сказать она ностальгирует да сколько злости и агрессии да вот она все таки ждет она ждет уже нового мужчину который снова обеспечит ее деньгами вот ей хочется вот денежного мужчина она ни капельки не поменялась она осталась такой же как и была корыстной дамочкой любящей деньги любящей власть любящей все контролировать держать под контролем под своим но за вами она конечно грустит хотя даже не за вами скорее а затем достатком да вот затем состоянием как вы ее любили да как вы относились к ней то есть так и немножечко взгрустнулась за вами иногда у нее находит вот такая груз печаль тоска за утраченными моментами за утраченными деньгами вот и вообще знаете жизнь у нее не очень-то хорошо и сложилось она если и связывается с мужчинами то только ради денег любую здесь абсолютно не пахнет поэтому счастье она не получила даже если она изменила когда-то вам да она думала что она бога за бороду схватит она думала что она будет вся в шоколаде жить а получилось совсем у нее другая история да она может быть и живет в шоколаде но только шоколад этот немного по-другому пахнет и точно такого же цвета как шоколад я думаю вы понимаете о чем я говорю вот такой был расклад кому понравился ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и всем пока